Теплые остановки дополняют в Астане общественными туалетами. Сегодня состоялось открытие одной из них. По этому поводу в остановочном павильоне устроили фуршет. Пригласили СМИ и Акима из сельского района. На открытие также отправился наш корреспондент Иван Тулинов. Жители Астаны дождались, или даже дотерпели, до открытия первой остановки с общественным туалетом внутри. На открытие пригласили всех журналистов. В анонсе приглашения уточнили, что это первая умная и теплая остановка с туалетом. Узнаем, в чем заключаются ее интеллектуальные возможности. Чтобы протиснуться к заветным комнатам, нужно пройти сквозь толпу журналистов. Кто бы мог подумать, что это событие вызовет такой интерес. На входе организован легкий фуршет, предлагают чай и кофе. Посмотреть на первую в столице остановку с туалетом приехали и члены Есильского Акимата. Слава Богу, что мы в плане мероприятия открыть этот замечательный объект, не запланировать там права первого посещения, скажем так. Но мы люди. Пойдемте посмотрим, как он выглядит. Конечно, все люди. Давайте посмотрим. Естественная потребность. Поэтому, конечно, это удобно. Давайте посмотрим. Я считаю, что это замечательный дизайн и по качеству исполнения. Пожалуйста, мужской туалет с мылом, с водой. Запаха еще нет. Вы знаете, если делаем туалет, чтобы это был туалет, в плане того, что здесь не должно быть других запахов. Прессу и Акима сегодня впустили бесплатно, но затем установят цену 50 тенге. Кассир сам контролирует входную дверь, приложил карточку, туалет открылся. Это называют автоматизацией. Поэтому к остановке с общественным клозетом добавили приставку «Смарт». Павильон установлен в районе Жигалау на деньги инвестора. Предприниматель говорит, стоит такая остановка 23 миллиона тенге. Планируется установка еще 50. Срок окупаемости каждой 10 лет. Вообще выгодно заниматься таким бизнесом? Конечно, да. У нас есть стаж, у нас есть экспириенция. Не знаем. Самое главное – это делать народно удобно, комфортно. Хотя некоторые опасаются, что чистота и полные дозаторы с мылом только на первое время. То есть тут всегда будет мыло, всегда будет работать сушилка, вода. Это принципиально важно. Тут даже освежитель. Честно говоря, я даже боюсь такие заверения давать. Но, по крайней мере, мне инвестор заверил, что будет отследование. Вот как в аэропортах почему-то мы можем, почему-то в Европах мы можем, а у себя дома мы не можем, что ли? Жители также высказали пожелание, что наличие дополнительных функций в остановке было бы неплохо обозначить снаружи. Пока не установлено никакой вывески, кроме баннера со словом «сортируй». Иван Тулинов, Арман Акшабаев, Хабар-24, Астана.